Скорости планеты и их трактовка, ретроградные и стационарные планеты. В некоторых старых книгах ретроградная планета в натальной карте трактовалась как слабая. Логично, однако, предположить, что действие ретроградной планеты скорее усиливается, ведь она в это время находится ближе всего к Земле. Для дальних планет, начиная с Юпитера, относительная разница в расстояниях прямой и ретроградной планеты до Земли невелика, а для ближайших к Земле планет, Марс, Венера, очень существенна. Так, ретроградная Венера бывает в 5-6 раз ближе к Земле, чем директная. Ретроградный Марс бывает раза в 4 ближе к Земле, чем директной. А раз в 15-17 лет бывают так называемые великие противостояния Марса, когда он приближается почти вдвое ближе к Земле, чем при обычных противостояниях, и в это время он в 7 раз ближе к Земле, чем при своем соединении с Солнцем. Основная идея истолкования скорости планеты, заключается в следующем. Каждая планета отвечает за определенные структуры, в организме, в психике, если речь идет о гороскопе личности. Эти структуры могут развиваться, перестраиваться. Скорость планеты определяет их потенциальные динамические характеристики. Если планета быстрая, соответствующие структуры подвижнее и динамичнее, легче изменяются при необходимости. Медленная планета, перестройка дается труднее. Стационарность планеты говорит о ригидности, стабильности и устойчивости соответствующих структур. Понятно, что эти свойства затрудняют для человека процесс адаптации к изменяющимся условиям, то есть стационарная планета, это точка проблематики в карте. Замечание, помимо численного значения скорости, следует учесть стихии и знак, в котором находится планета. К примеру, медленная планета в земном или водном знаке как бы еще больше замедляется. Чтобы понять значение ретроградности, вспомним, что. А. Прямое направление, это направление движения Солнца и Луны, которые вместе символизируют биполярную жизненную энергию. Отсюда следующая трактовка, директная планета синергична с потоком жизни, а функция ретроградной планеты направлена против потока жизни и естественных инстинктов. Б. Ретроградная планета повторяет свой путь по тем же градусам зодиака, по которым она уже прошла в своем прямом движении. Отсюда следующая идея, директная планета устремлена к будущему, к новому опыту, ретроградная, возвращается к прошлому, стационарная, завязка на настоящий момент. В. Поскольку прошлое, внутри нас, можно сказать, что функция ретроградной планеты направлена вовнутрь, а директная, вовне. В сферах ретроградной планеты человек менее восприимчив к влияниям из внешнего мира и более внимателен к внутренним процессам. В транзитах ретроградная планета может означать задержку события, событие пойдет, когда планета снова станет директной. Д. Ридиер пишет, вообще период ретроградности планеты, в транзитах, прогрессиях, время, чтобы вернуться к прошлому, пересмотреть его, искупить ошибки, принять новое направление. Перейдем к конкретным планетам. Характеристики движения планет. Скорость Луны. Неравномерность движения Луны связана, главным образом, с эллиптичностью орбиты. Средняя скорость Луны 13,2 градусов в сутки. Медленной считают Луну со скоростью порядка 12 градусов за сутки, быстрой, со скоростью выше 14,5 градусов за сутки. Быстрая Луна. Быстрой считают Луну со скоростью выше 14,5 градусов за сутки. Человек быстрее адаптируется к меняющимся условиям жизни, психика более подвижна, настроения меняются быстрее, по сравнению с медленной Луной в том же знаке. Такой человек смелее выступает навстречу жизни. Медленная Луна. Медленная Луна, более медленная адаптация, поэтому человек более опаслив и осторожен. Скорости Меркурия. Быстрой Меркурий. Скорость более 1 градуса за сутки. Подвижная нервная система, быстрое вхождение в контакт, легко переключаемое внимание, потребность в новой информации, быстрая обучаемость. Такому человеку нужна высокая скорость подачи информации. Правда, при этом есть опасность поверхности. Интеллектуально рано созревает. Медленный Меркурий. Медленный Меркурий. Скорость меньше 1 градуса за сутки. Более внимательная и аккуратная проработка информации, глубже, закапывается, в изучаемый вопрос, вхождение в контакт не такое быстрое и легкое, зато связи более устойчивы. Стационарный Меркурий. Это, проблематика в сферах Меркурия, трудности в общении, в адаптации, медленная обучаемость, с трудом воспринимает новую информацию, может производить впечатление тугодума, зато очень глубоко может проникать в изучаемый вопрос. Ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий, заметим, что ретроградная планета не бывает быстрой, менее ориентирован на новые связи, впечатление, стремится анализировать уже накопленную информацию, ум, пересматривающий уже прошедшие события, изучающий прошлое. В отличие от прямого Меркурия, получаемую информацию пропускает через себя, прорабатывает внутри себя, интроспекция, некоторая скрытность. Возможно склонность к оккультным наукам. Из известных людей, имеющих ретроградный Меркурий в карте рождения, можно назвать Шопена, Киплинга. Скорости Венеры. Быстрая Венера. Чувства лобильные, подвижные, легко переключаемые, эмоциональная мотивация может меняться, человек увлекающийся. Стационарная Венера. Чувства ригидные, стабильные, очень трудно изменить мотивацию, трудно влюбиться, трудно разлюбить. Негативный аспект к такой Венере может дать длительную депрессию, утерю смысла жизни на эмоциональном уровне. Ретроградная Венера. Направленность на внутреннюю гармонизацию, чувства внутренней гармонии важнее, чем желание нравиться другим. Чувства меньше зависят от внешних условий, больше зависят от факторов внутренней жизни. Обращенность к прошлым эмоциональным привязанностям, жизнь воспоминаниями. Сила чувств, обращенная против естественных проявлений жизни, может сделать человека аскетом, восстающим против физиологических потребностей своего тела, в качестве примера такого проявления ретроградности Венеры Ридиер приводит Ани Базант. Скорости Марса. Быстрый Марс. Высокая скорость реагирования, импульс скорее быстрый, чем мощный. Способен изменить направление действия, перестроиться на ходу. Стационарный Марс. Скорость реакции мала, но мощь выплеска очень большая, возможно успехи в силовых видах спорта, не требующих быстрого реагирования. Очень инерционный Марс, похож на Марс в тельце, медленно меняет направление активности. Ретроградный Марс. Ответная реакция на внешний стимул замедлена, возможно неадекватная реакция, аутоагрессия, борьба с самим собой. Энергия, не находящая выхода вовне, может стать разрушительной для человека. Один из способов ее реализации, сублимация, то есть переключение энергии аффективных влечений на социально-культурные цели. Стимул к самосовершенствованию, тонкому управлению энергией. Яркий пример проявления ретроградного Марса, Зигмунд Фрейд, в его карте Марс подчеркнут еще и тем, что он в ручке проще. Скорости Юпитера. Быстрый Юпитер. Быстрая социальная адаптабельность, социально динамичен, легко ассимилирует различные социальные традиции, входит, в религиозные, философские системы, мировоззрение, морально-этические устои, ценностные ориентации могут изменяться. Стационарный Юпитер. Ригидность ценностных установок, взглядов, догматизм в религии, философии, проблема социальной адаптации. Ретроградный Юпитер. Ретроградный Юпитер. Ретроградный Юпитер. Ретроградный Юпитер. Если только высшая планета не подчеркнута в карте другим образом. А вот стационарной высшая планета бывает лишь несколько дней в году, следовательно, стационарность высших планет, гораздо более личностный фактор. Стационарность ставит акцент на проблемах, связанных с этой планетой, делает ее гвоздем в ботинке. Ретроградный Уран. Есть внутренняя оригинальность и эксцентричность, но трудно эту оригинальность выразить, вынести вовне, хотя очень хочется. Может дать реформаторов, провозглашающих очень древние забытые истины, которые кладутся в основу построения будущего. Ретроградный Нептун. Подчеркивает в карте, может давать состояние «растворение», когда трудно провести грань между собой и окружающим миром. В снах могут всплывать образы далекого прошлого, даже прошлых воплощений. Ридиер пишет, этот фактор часто силен в гороскопах мистиков, особенно если они противостоят традиционным религиозным верованиям. Ретроградный Плутон. Готовность к внутренней трансформации. Делает человека менее подающимся массовому психозу толпы. Протест против установленных общественных порядков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова